Промоутерская компания PBC объявила андеркард вечеру бокса 25 ноября, который возглавит бой за титул временного чемпиона WBC во втором среднем весе между Давидом Беновидесом и Дмитрусом Андрейдом. В бою перед главным событием Джермал Чарла встретится с Хосе Беновидесом-младшим. Несмотря на то, что Чарла владеет титулом WBC в среднем весе, поединок будет нетитульным. Напомню, в последний раз Джермал проводил титульную защиту в июне 2021 года. Также в андеркарте Беновидес Андрейд состоится бой с Убрейли Матеса против Шохшахона Иргашева. Всем привет друзья, вы на канале Воин и тут только самые свежие новости из мира бокса. На канале выпуски выходит каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком планируется на 17 февраля в Kingdom Arena R-Ready. Об этом информирует британский портал TalkSport. Глава матчурум Эдди Хирон считает, что Тайсон Фьюри может завершить карьеру после неудачного поединка против Фрэнсиса Нгану. Я не буду удивлен, если Фьюри завершит карьеру и не подерется с Усиком. После боя ты несколько дней храбришься, а затем у тебя начинается кризис. Так сколько времени понадобится Фьюри, чтобы с ним справиться? Три-четыре недели? Февраль звучит для меня слишком быстро. Фрэнсис Нгану сделал неожиданное предложение Александру Усику, чтобы он отошел в сторону и дал ему провести реванш с Тайсоном Фьюри. Да, больше всего хочу реванш с Фьюри. С другой стороны, понимаю, что у меня сейчас много вариантов, поэтому нужно подходить к выбору с умом. Если бы все зависело только от меня, то следующим был бы реванш. Это самый предпочтительный сценарий. Если Усик мог бы отойти в сторону и дать меня подраться с Фьюри еще раз, то я бы так и сделал, а потом пускай они делают все, что хотят. Риддик Боу и Майк Тайсон высказали с собой между Фьюри и Усиком. После его последнего боя я должен сказать, что не считаю его фаворитом, потому что если он так сразится с Усиком, то облажается. Фьюри победит Усика, да он побьет его. Иди Хирн готов организовать мега файт Джошуа Нгану. Люди считают, что в бою Джошуа Нгану шансы 50 на 50. Я думаю, устройте поединок. Это огромный бой двух громадных бойцов, но я думаю, что это будет легкая работа для Джошуа. Но возможно Нгану выйдет и победит всех. Я не могу это представить. Мы примем этот бой 23 декабря, без проблем. Мы в любом случае нацелены на эту дату для Джошуа. Возможно, я свяжусь с аудовцами и скажу. Послушайте, если вам нужен соперник для Фрэнсиса Нгану, то Эйджей готов драться 23 декабря. Это вообще не проблема. Джош Роуз, промоутер Тима Цзю, перечислил потенциальные варианты соперников для его подопечного на следующий бой. Мы сейчас ищем большие американские возможности. Итак, какой бой станет самым большим для Тима? У нас есть Эрл Спенс, Теренс Крофорд, Джермилл Чарло, Эриксон Любин и Дэнни Гарсия. Даже если примем решение подняться в весе, то есть Джермилл Чарло, Лара Канелло, которого делят все две из свои категории. Мы все видели, что Джермилл Чарло не побоялся встретиться с Саулем Альваресом. Тим тоже мог бы воспользоваться такой возможностью. Цзю готов драться с любым именитым соперником. Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. С другой стороны, если вы в такой форме, в которой находится Тим, никто не хочет оказаться с вами в ринге. Их можно заманить только огромной зарплатой. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok